Приветствую всех на своем канале! Зовут меня Оксана и сегодня я снимаю видео о гелях для душа. Это такое посвящение отъявленным гелеманьякам, потому что, я думаю, только они смогут меня полностью понять. Год с небольшим назад на моем канале выходило видео, которое называлось «Мои 50 оттенков гели для душа». В этом видео я рассказала, что у меня одновременно в использовании открытых находятся 50 гелей. Нет, они не стоят у меня все вместе на полочке. В душевой у меня стоит 10 гелей. Все остальные красиво, компактно стоят в корзинках. В общем, если вам интересно, как это все хранится, как это все выглядит, у меня на канале есть видео о хранении запасов и тех продуктов, которые находятся в использовании. Вы можете пройти и посмотреть. И по настроению я меняю эту ароматическую композицию, которая находится в душевой. Мне важно, чтобы гелей было много, чтобы под любое настроение, чтобы были и согревающие, и расслабляющие, и освежающие, и заряжающие энергии. В общем, за это время, я думаю, большая часть тех гелей, которые у меня в использовании, сменились. Если гель у меня застрял, то, скорее всего, тут два варианта. Либо же он никому не нравится, и все домочадцы его отставляют, и, в общем, никому не охотно им пользоваться. Либо второй вариант. Гель, наоборот, очень нравится мне, но я знаю, что это лимитка, и больше я такой не куплю, тогда я начинаю гель активно зажимать. Также хочу отметить, что есть у меня небольшое количество гелей, которых осталось там на одно, ну так, даже не на два, на одно применение. Я не буду вам их показывать. Они у меня в ближайшее время окажутся в пустышках, и там я о них вам расскажу. А в этом видео я решила показать гель, который вот я поставила уже, они готовы у меня идти в применение. Единственное, я их еще ни разу не использовала. И поэтому мнение свое какое-то сказать даже вкратце не смогу. Все, давайте я перейду к делу. В прошлый раз я показывала гели в разнобросках, попадались мне в хаотичном порядке, так я их и демонстрировала. В этот раз я все-таки их разбила по производителям. Начну я с Ифраше, с больших объемов. Первый гель, который мне попадается, очень нравится. Это 400 мл гриппфрут и тимьян. Тимьяна, к сожалению, здесь не слышу, но гриппфрут здесь настолько натуральный, сочный, что кажется, вот-вот преломили вот этот плод гриппфрута где-то рядом. В общем, аж сылки текут. Лучше всего, конечно, использовать по утрам. Потому что в вечернее время от такого бодрящего аромата можно проснуться. Следующий гель, не менее любимый, это лимон и базилик. Вот здесь я уже чувствую и лимон, и базилик. Лимон классный, не химозный, сдобренный пряной ноткой базилика. Третий гель от Ифраше, также 400 мл. Это Тиаре и Иланг Иланг. Сладкий, насыщенный, мне кажется, даже немного парфюмный, экзотичный, цветочный. Приятный. Но цитрусовый я люблю больше. И самый-самый любимый, как раз тот случай, о котором я говорила, что гель я зажимаю. Это лимитка, не помню уже какого лета, маракуйя и имбирь. Вот его я потихонечку так надкусываю и берегу. Также есть в открытом состоянии лимитированная версия, я не помню какого уже нового года. Мандарин и пряности. Здесь чувствуется и корица, и кардамон, и что-то карамельное. Но, на мой взгляд, он слишком переслащен. Поэтому не особо я его люблю. Но в целом он неплох. И последний гель, такой гадкий утенок среди гелей Ифраше. Это линейка BioCulture. Мюсли и мед. Здесь чувствуется медовая нота, здесь чувствуются орешки, как это небольшая горчинка. Но мне не нравится, как он раскрывается при контакте с водой. И как-то я к нему достаточно равнодушна. Далее мы перейдем к гелям от Faberlic. Из линейки Оранжери у меня есть роза и сандал. Объем 200 мл у него. Очень необычный аромат. Здесь чувствуется роза. И по идее сандал должен давать древесную нотку. Но почему-то мне эта нота кажется нотой шоколада. Вот что-то такое есть гурбанское. От линейки Beauty Cafe у меня вишневый конфитюр знаменитый с ароматом вишневой косточки. Так и не смогла я пока понять. По-моему, использовала всего два раза. Это Сторида Аморгия для душа с афродизиаками. То мне здесь ягоды какие-то кажутся, то цветы. В общем, пока непонятно. Новинка линейка Superfood смузи для душа с ягодами Асай, который мне пахнет виноградом Изабелла. Очень классный, сладкий. Ставлю в использование. Даже еще ни разу не пробовала. Это счастливые моменты розовые грезы. По идее, должен быть аромат розы. Розу я люблю. И к ней отношусь очень с большой симпатией. Одна из любимых линейк у Faberlic. По-моему, она называется «Путешествие к солнцу». И из этой серии у меня стоит турецкая ривьера с морским бризом и зелеными соснами. Необычный аромат. Можно его, конечно, отнести к унисекс. Он свежий. Здесь лично я чувствую действительно морские ноты, что-то соленое. И плюс это еще все сдобрено хвойной нотой, которые я очень люблю. В общем, классно. Я в восторге. Открыла не так давно. Так, что еще есть от Faberlic? Только сняла покупки и поставила... Я не знаю, это лимитированная коллекция. Или же она долго будет присутствовать в каталогах. Beauty makes everything better. Нежный тюльпан. Из парфюмированных в объеме 150 мл у меня стоит Шершель Афам. Такой нейтральный. Мне кажется, какие-то огуречные ноты здесь есть. Ноты лимона или лайма. Из линейки Ботаника. Яркий, насыщенный аромат облепихи и календулы. Очень хорошо передали аромат облепихи. И прям близко-близко к облепихи Сибирики. Которую я тоже очень люблю. Так, это, по-моему, последний гель от Faberlic, который у меня стоит. Это линейка La Creme. Питательный, с миндальным молочком и молочными протеинами. Очень нравится моему сыну. Нравится бабушке. Но я к нему осталась равнодушна. Он какой-то такой спокойный. И лично для меня какой-то никакой. То есть нет ни отрицательных эмоций, ни положительных. Он какой-то спокойный. Назовем его так. Переходим. Гель для душ компании Avon. Конечно же, начну с более обширной линейки, которая у меня представлена. Это Senses. Увлажняющий. Дивная сказка с роскошным ароматом сандалового дерева и ванили. Аромат действительно роскошный. Он сладкий, тягучий, теплый. Второй гель. Тоже не очень нравится, но он противоположный с первого. Если первый это скорее вечерний, то этот утренний, пробуждающий цитрусовый заряд с ароматом сочного грибфрута и мандарина. Один из лучших, на мой взгляд, ароматов, который передают цитрусы. И опять мне попадается гель, который я зажимаю. Это у нас восхитительный сад. Витаминная коллекция. Малина, яблоко, черная смородина. Это такой летний фруктовый компотик. Но этот гель уже вышел из каталогов достаточно давно. Конечно, по сроку годности надо бы его уже добивать. Но жалею. Да, жалею. Еще один гель от Сенсис, который был до последнего времени моей жемчужиной в коллекции. Но, к сожалению, пришло время ставить его в использование. Это летняя коллекция. Лимитированный бразильский коктейль с ароматом лайма, рома и мяты. Я чувствую здесь все три составляющие. Притом, мята здесь не просто идет как нота. Она чувствуется, она охлаждает, она освежает. В общем, из всех гелей от Сенсис, которые я пробовала, на мой взгляд, это самое лучшее. Очень хотелось бы, чтобы Эйвен вновь повторили этот аромат. Потому что я вижу, что они периодически стали возвращать какие-то старые, давно забытые ароматы. И я считаю, что этот очень достоин повтора. Также лимитированная коллекция. Но к ней более равнодушна. Это умиротворяющая гармония Востока с ароматом жасмина и зеленого чая. Ну, что-то подобное уже было. И что-то подобное есть. И, я думаю, будет. В основном здесь солируют зеленый чай. Ну, жасмина совсем чуть-чуть. И последний гель из Винники Сенсис, который я тоже как-то так берегла. Но, когда увидела, что последняя новинка вышла, Love, по-моему, так и называется, где заявлен жасмин. В общем, аромат этот идет один в один. Здесь, правда, обозначен фиалкой и жасмин блаженство. В общем, очень классный аромат. Он красиво раскрывается. В бутылочке он кажется более таким обыденным. Но в душе прям все вокруг заполняет. И теперь я его могу со спокойной душой добивать. Потому что знаю, что в запасах есть подобный аромат. Дальше пойдет у меня линейка Naturels. Не зашел ни мне, ни моим домочадцам с ароматом сладкой груши и пиона. Уж не знаю почему. Но вот как-то не задалось у меня с ним. Ставлю в использование. И пока еще не пробовала. Нежный йогуртовый крем-гель, освежающий с ароматом лесных ягод и граната. Это такой аромат сливочного йогурта с ягодами. И еще один ставлю в использование. Это бодрящий зеленый чай и вербена. Ну, где-то он перекликается вот с этим гелем. Потому что здесь достаточно хорошо чувствуется зеленый чай. Ну, пока ничего не скажу, не пробовала. Так, из линейки Encanto у меня стоит нефритовый цветок и шелк. Роскошный такой богатый аромат. И из линейки TTA парфюмированный гель Адуш Тудей. Созвучный аромату, который у меня сейчас стоит на моей полочке с парфюмами. Так, посетимым гелем я закончила. Перейдем к обычному масс-маркету. А для Пяти Марселье первый гель Мятный Восторг с ароматом мохито. Что-то уже не влазит. Давайте подвинем. И второй гель от Лепети Марселье Апельсины Гриппфрут. Очень нравится. Раскрытие очень яркое, освежающее и бодрящие. От Палмолев. Из линейки Naturel. Нежность и комфорт. Цветок вишни и увлажняющее молочко. Сладкий и нежный аромат. Из линейки Гурмая Спа. Ежевичный Мусс. Здесь немножко он, конечно, химозит. Напоминает какие-то конфеты или жвачку. И из линейки Роскошь Массел. С маслом авокадо и экстрактом ириса. Вот необычный гель. Вы знаете, когда я его брала, понюхала. Думаю, что ничего особенного. Да, приятный, но не выдающийся. Как же я удивилась, когда я услышала, как он раскрывается при контакте с водой. Шикарный. Вот действительно роскошь. Шикарнейший. Невея. Гель-уход крем Карамболь с молочком алоэ вера и ароматом тропических фруктов. Здесь такая же история, как и с абрикосом. Очень мне нравился во флакончике. При контакте с водой вылазит кремовая нота Невея. Которая, на мой взгляд, с ароматом Карамболы, как я понимаю, не сочетается совершенно. Они как-то Карамбола в одну сторону, кремовая нота в другую. И на выходе ничего интересного. Хочется быстрее добить и забыть. Также у меня есть в открытом виде спа натуральная глина с шалфеем и гибискусом. Вот здесь мне понравилось все. И еще шелковый мусс для душа малиновый смузи. Пока не знаю. В общем, использую его без мочалки. Но рука тянется к нему редко. Потому что я все-таки люблю мыться с мочалкой. Поэтому, скорее всего, будет он у меня уходить, как пена для бритья. Далее. Фа. Кокосовая вода. Знаменитая с экстрактом кокоса. Летний такой приятный сладковатый аромат. От 100 рецептов красоты. Не так давно поставила гель для душа, увлажняющий клубника и зеленый чай. Это еще старая версия идет. 330 мл объем. И здесь аромат клубничного сиропа. Аромат инжира и цветка апельсинового дерева. То же самое, как и нювея. Очень нравился во флаконе. Но при раскрытии опять вылазит нота дав. И вот, ну не мое. Все очарование тут же рассеивается. От Космия. Вот в таком необычном флаконе. Так крышка снимается. Это у нас зеленый чай и лимон. Очень натурально передали аромат зеленого чая. Вот действительно, когда его используешь, такое ощущение, что только заварил себе зеленый чай и туда бросил ломтик лимона. Следующий гель. Давайте я вам покажу из Литуаль. Дольче Милк молоко и ананас. Сочный, сладкий и яркий. Конечно, немного кихимозит. Но меня это вообще не смущает. Указано, что это лимитированная коллекция. Не знаю, присутствует ли он сейчас в магазинах. Давно я не смотрела Дольче Милк Литуаль. Также у меня есть гель из линейки Секреты Будуара. Экстаз де Паме. Здесь присутствует аромат яблока. Также помимо яблока здесь заявлено фиалка, корица, клюква и кокос. Ну, это уже, наверное, третий или четвертый гель у меня из этой серии. У меня к ним одна претензия. Они как-то невзрачно раскрываются в душе. Хотелось бы, чтобы погромче, поярче. А они звучат очень сдержанно. Поэтому вот эти все ноты уловить, которые здесь заявлены, довольно проблематично. А стоят они, по-моему, ну, не дешево, не бюджетно. И от Ями Скинке Лорен Косметикс. Это знаменитый гель с ароматом кленового сиропа. Такой гурманский, пикантный, сладкий. И очень мне нравится. Еще один гель, который можно тоже отнести к гурманскому, который я, кстати, тоже придерживаю особо, не тороплюсь с ним расстаться. Он далеко не бюджетный. Коттаж с ароматом сладкой карамели. Очень приятный аромат, который никак не деформируется при контакте с водой. Гель для душа от Натур Сибирика. Из линейки Crazy Animals недавно поставила фитогель для душа на краю света для сладких снов с бархатом амурским, душицей, вечерницей сибирской, диким дягилевым медом, извиняюсь, заговариваюсь, и пряной корицей. Очень густой, девочки. Он балдежный. Он меня очаровал, когда я его из флакона услышала. Но когда он раскрылся в душе, я 20 минут не хотела из душа выходить. Мне настолько понравилось. Я так расслаблялась с ним, что хотелось его вдыхать и вдыхать и вдыхать. Остается на коже некоторое время, что тоже ему в плюс. Объем достаточно большой. 300 миллилитров. Я думаю, он у меня задержится надолго. А вот этот гель в противоположность предыдущему. Тоже от Натуры Сибирика. Но уже линейка Натуры Камчатка. Цветущая тундра. На основе роскошных масел сибирских цветов. Вот не тянется рука. И все, уже давно поставила. А пробовать даже не хочу. Потому что он как-то неприятно отталкивающий. Звучит из флакона. Да. То как-то все никак не доберусь до него. Еще один гель. Это парфюм Ледженд Бонбон. Гель для душа с ароматом вот этих конфет, шариков цветных из моего детства. Аромат один в один. При контакте с водой вообще никак не деформировался. Что удивительно. Потому что брала вообще скид копейки рублей за 50, что ли, за 40. Самый большой, наверное, гель для душа, который у меня присутствует в коллекции. Это Планета Органика Skin Superfood. С кокосовым молоком и бананом Фиджи. Ну, здесь удобно, что он идет с дозатором. 500 мл, да. Очень приятный гель. Еще один большой гель, который поставила недавно. И также еще не использовала ни разу. Поэтому трудно его описать. Это Fresh Juice. С ароматом маракуйя, магнолия. А также маслом карите. Но из упаковки звучит весьма и весьма заманчиво. И необычно. Камиль. С дикой розой. По-моему, так. Потому что здесь вообще, видите, наклейка стерлась. Я вам уже ничего не прочитаю. В общем, очень приятный, нежный аромат. Я его уже попробовала. Мне здесь он звучит, как цветы шиповника. И с какой-то еще молочной ноткой. Очень нежный. Последний гель, которым я хочу закончить. Это такая двухфаска от Джоанны. По-моему, называется как... Да, гель в масле. Перед употреблением обязательно нужно взболтать. В общем, это мечта кофемана. Кофе и сливки. Здесь идет аромат. В общем, я как кофеман просто балдею от него. Невероятный. Один, скажем так, из звезд. Среди всех этих гелей лично для меня. В общем, беру я свои гелики общим планом. Вот такие 50 оттенков геля у меня получились в этот раз. Буду с нетерпением ждать ваших отзывов и комментариев на это видео. Спасибо большое, что были со мной. Надеюсь, видео вам понравилось. И всем пока.